Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня у меня настроение роскошные пионы. Будем краситься оттенками, которые стоят в этой чудесной вазе, потому что невозможно ими не вдохновиться, настолько они прекрасны. Сразу к делу. Я наношу Fixed Spray. Мы сегодня сделаем такой зеленый на глазах и такого бордового цвета густого, как эти пионы, и сделаем губы. Это значит у нас Concrete Dark Red, Green, Concrete Black, чтобы все это дело затемнять. Беж, наверное, возьмем, чтобы немножечко расслабить. И часто для коррекции. Сначала выровняем тон. Dior Forever. Очень нравятся мне эти тональные кремы. Вот этот чуть более матовый. Его и возьмем. Прямо шелковистые какие-то они. Мистер Кот, кусь! Ну какой ты хорошенький, пьян. Сиди там все время. Одно удовольствие тобой любоваться. Особенно, когда ты ничего не крушишь. Очень хорошо проверяем все границы. Чуть-чуть на шею стушевываем. Мы пока не будем ничего особо наносить на зону подглазного пространства, типа канцеляр. Я немножко вот остатками тонального крема пробежалась, и этого, в принципе, хватит. Коррекцию сразу сделаем. Я буду делать с оттенком чеснок, потому что я хочу сделать такую мягкую достаточно коррекцию. Хорошо так надо разбить конкретно кисточки. И очень мягко нанести. Если вдруг где-то получилось, что вы не мягко нанесли кистью, которой тон наносили, растушивайте. Я чуть-чуть повыше сегодня делаю коррекцию. Хочу скулы приподнять. И честно, он же с красным оттеночек, и поэтому он очень классно растушевывается в румянец. Мне нравится его наносить чуть-чуть повыше и сразу вот сюда вот на яблочке щек стушевывать и сразу растушевать. И получается, что, видите, он у вас коррекцию дал и уже переходит в румянец. Очень универсально. Кончик носа, складка верхнего века. Учитесь вот такими крупными мазками краситься. Это кажется, что это сложно. Нет, если косметика хорошо растушевывается, вы вообще на свой макияж будете тратить 10 минут. Вот нанесли, растушевали. Готово. Чуть-чуть на подбородок, чуть-чуть на боковые поверхности лба. Чуть-чуть можно еще на яблочке. Нам подойдет этот оттенок, потому что он в растушевке, видите, очень похож на наши пионы. И получится такой немножко эффект загара. Чуть-чуть наберем на синтетическую плоскую кисточку. И сразу сделаем себе понаряднее губы. Чтобы потом, когда мы начнем носить цвет, губы было проще красить. Вам будет с контуром проще, с объемом проще. Потому что, по сути, вам нужно будет уже готовый рисунок, готовую форму губ только заполнить цветом. Я чуть-чуть увеличиваю и делаю их такими немного кругленькими, как пиончики. Авторство пионов, кстати, так и не было установлено. Кто-нибудь, может, возьмет на себя ответственность, кто прислал. Мне, конечно, страшно, как приятно. Я с удовольствием принимаю цветы с огромной благодарностью. Ну, как-то хотелось бы, наверное, лично поблагодарить. Хотя в этой таинственности, конечно, тоже есть своя романтика. Я делаю так достаточно поярче. Почему? А, потому что мы же будем красить губы бордом. Так что можем себе позволить. Чуть-чуть глаза оттеню в уголках по нижнему веку и по верхнему, чтобы сразу сделать их выразительнее. И потом можно было использовать только цвет для чисто декоративного эффекта. Прям внешний уголок, смотрите, вот таким угловатым движением с нижнего к верхнему. Прям уголок рисуете. Потом вот так кисточку ставите и просто чуть-чуть растушевываете его в мягкую дымку. Снова все эти техники затемнения внешних уголков возвращаются. Я когда только начинала работать визажистом, это вот была, собственно, техника number one. Если ты не растушевал внешний уголок, ты лузер. И если не сделал мягкий переход от светлого к темному, от внутреннего уголка глаза к внешнему, ты тоже лузер. И, конечно же, все это коричневым оттенком. Как и сейчас. Мода, она циклична. У нас можно еще чуть-чуть. Я сразу нанесу на губы цвет. Это dark red. Мне очень нравится аппликаторами наносить это очень быстро. И четкий контур за правой локальной за секунду. Первый слой чуть-чуть не дохожу до края контура. А вот сейчас смотрю, там чуть-чуть подвыбирается из-под него честный татинок. Мне так нравится. И давайте-ка так оставим. И все-таки такую кругленькую форму делаю, потому что бионтики у нас кругленькие. Что, давайте глаза красить. Я зеленый, наш оттенок травы, прелестнейший. Сделаю чуть-чуть потемнее, добавлю в него чуть-чуть черного. Я чуть-чуть на руку нанесу черный и начну в него подмешивать зеленый. Ну, я на глаз мешаю, но, наверное, это один к трём или даже один к четырём. Одна часть черного и побольше зеленого. Как-то так, да? Вполне наношу по контуру. Достаточно широкой линией, еще пошире делаю у внешнего уголка. И чуть-чуть растушуем границы. Оттенок получился, как мои глаза, и от этого глаза стали прозрачнее. Что тоже для этого макияжа, мне кажется, довольно-таки с симпатичным эффектом. Давайте беж еще немножко нанесем в качестве базового оттенка. Вот сюда. Эффект консилера с легким розово-сизым оттенком. От него и зеленый контрастнее станет. Чуть-чуть сюда. И его же беж давайте нанесем в качестве румя. Губы-глаза яркие. И в целом нам румянца достаточно будет совсем нежного, чтобы не было реборчика. Накрасим-ка ресницы. Поярче. Дочи габбана возьмем тушь кремовую. И чуть-чуть нижнее. Теперь, дорогие друзья, время бровей. Контрит для бровей. Контрит для бровей. Это контрит-толк. Где ты, моя хорошая? Тут. И я буду стараться тоненькими волосками, чтобы сделать брови ярче, но не слишком. И чтобы они остались легкими. Достаточно, да. Давайте просто зачешем наверх и, мне кажется, хватит. И пока я делала брови, мне пришла идея в голову. Видите, у пиона у него несколько оттенков. Я в который раз уже вдохновляюсь пионами для того, чтобы сделать многоцветные губы. Я хочу добавить немножко оттенка Холли в центр. Чтобы создать такой легкий-легкий, еле уловимый градиент. И поскольку Холли, он такой малиновый, он как раз вот эту вот даркреду легкую малиновость придаст. Видите, она есть в оттенках этого бордового пиона. Да, вот так идеально. Я очень-очень-очень довольна. Так, ну что, еще корректировочки остались. Чуть-чуть уплотнить тон. Я даже возьму для этого небольшую кисть. Не ту, которую наносили тон. Тем более, что мы ее уже много чего растушевывали. Чтобы было чистенько, центральный треугольничек лучше проработать чистой кистью. Чудесно. Давайте зафиксируем пудрой, как обычно, на центр лица. Чуть-чуть еще припудру верхнего века, чтобы зафиксировать здесь вежу, зафиксировать зеленый. Ну, еще один классный мейк у нас с вами готов. Смотрите, можно вдохновляться всем, что вокруг цветами, оттенками вашего интерьера, любимого платья, небо за окном. В общем, всего чего угодно. Пробуйте, пробуйте всякое разное. Пробуйте сочетать разные оттенки. Попробуйте обязательно Конкрет Дарк Ред, потому что это чумовой просто оттенок для губ. Сразу почувствуйте себя супер дивой. Цвета лучшего для повышения самооценки не существует. Конкрет Дарк Ред наносишь, и ты сразу гордживая женщина. А кто не хочет быть гордживой женщиной? Только мистер Кот. Вот. Спасибо большое за внимание. Всего хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok